Прошу прощения, я забыл совсем, что поднималась рука, я не учёл её. Ещё последнее слово в обсуждении я хотел предоставить Андрею Николаевичу, извините. Андрею Николаевичу Морозову. Спасибо. Знаете, когда я слушал докладчика, я поймал себя на мысли, что если бы в зале сидели ярые представители новой философской волны молодые, они бы сказали, ну какой это философ? Никакой тебе игры языка, никакой игры смыслов, никакой тебе смены оптики и так далее. И это ставит вопрос о том, что такое вообще философ. Константин Семёнович упомянул о самодеятельных философах, и на одном из заседаний был такой момент, когда спонтанно возникла дискуссия, я там был, а кто вообще лучший философ? И тогда один из философов сейчас сказал, я. Вот философ настоящий, тот, кто считает себя самым лучшим философом. И вот эта философия действительно, она жива тысячелетиях и вечно вся будет. Проблема заключается в другом, проблема заключается в профессиональных философах. В кризисе вот этой профессиональной философы, в том, что она сейчас называет профессиональными компетенциями, не востребованными ни обществом, ни властью, ни корпорацией, ни кем. Вот здесь огромная проблема. И она связана с проблемой, самым тесным образом, с проблемой образования, особенно высшего образования. Потому что наилучшим образом образованным является как раз философ, это говорит. И в этом смысле докладчик прекрасно показал вот эти все проблемы, которые очень четко высвечены. С другой стороны, с чем я не могу согласиться, да, действительно, роль вот этих внутрикорпоративных регулятивов и так далее, гражданства там даже и так далее, и так далее, она огромная, имеет огромное значение. Но все эти производственные и прочие корпорации, они не определяют образование в обществе и так далее. Это всегда стоит, будет относиться к государству. И вот если вы обратили внимание, у нас всегда обычно говорили, вот американский президент выступил с обращением к американской нации. Вот в этот раз как-то все это так сгладили, 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 ничего не сказали. А что предложил нынешний Обама? Он поставил две задачи. Первое, чтобы каждый американец имел возможность получить высшее образование. И второе, что наиболее одаренные иностранцы, которые учатся в американских вузах, если они действительно заслуживают это, они получат образование. Как он выразился, положите мне на стол этот закон, я тут же его подпишу. То есть они задают те стандарты общества, которые будут формировать вот это все дело. И самое последнее, о том, что уже собственная философия и в чем наш кризис состоит, на мой взгляд, она вот из нее, то, что было модно в конце прошлого века, так называемые теории среднего уровня, которые там проповедовались. И она пойдет, на мой взгляд, в двух вещах. Первая, это вот практическая жизнь повседневная, когда человек должен быть философом по жизни. И вторая, это когда уже осуществляются глобальные вселенские и человеческие проблемы. Спасибо.